Добрый день! В сегодняшней лекции мы продолжаем рассмотрение вопроса о приближении функций. И вот в прошлом раз мы остановились на том, что выгодным является построение кусочно-полиномиальной интерполяции, то есть пытаться решить задачу относительно невысоким по порядку полиномом на каждом частичном отрезочке, ну и тем самым рассмотреть постановку задачи интерполяции для кусочно-полиномиальных функций. Поэтому мы так и поступим в следующем параграфе, это параграф 3, сплайн интерполяция. Ну вот рассмотрим систему узлов, определяющую сплайн. Ну давайте, может быть, прежде чем скажем, но все-таки. Итак, пусть у нас есть совокупность узлов х нулевое и так далее, х, М большое. Ну, с помощью этой совокупности узлов наш отрезок АВ разбит на М большой интервалов. Интервалов х нулевое, х первое и так далее, х, К минус первое, х, КТ и так далее, х большое с индексом М большое. Значит, вот у нас М большое интервалов, КТ интервал, х, К минус первое, х, КТ и его границы. Тогда мы говорим, что сплайном порядка N и дефекта альфа от Х называется кусочно-полиномиальная функция, обладающая следующими свойствами. Она непрерывна на соответствующем отрезке АВ вместе со своими производными до порядка N минус альфа. Верхний индекс альфа носит название дефекта сплайна. Ну, тем самым N минус дефект – это число непрерывных производных. Итак, сплайн – это кусочно-полиномиальная функция, непрерывная вместе со своими производными до порядка N минус альфа на интервале АВ и обладающая тем свойством, что для любого х, принадлежащего частичному отрезку дельта КТ, дельта КТ – это интервал х, К минус первое, х, КТ, в соответствующий сплайн S, N, верхний индекс альфа, дефект соответствующего сплайна, есть многочлен N-ной степени. Итак, на каждом частичном отрезочке это многочлен N-ной степени. Ну, таких отрезочков у нас M большой штук, а в конечном итоге строится непрерывная вместе со своими производными до порядка N минус альфа функция. Итак, кусочно-полиномиальная функция непрерывная вместе со своими производными до порядка N минус альфа на отрезке АВ функции. Ну, с этой точки зрения мы можем, характеризуя сплайн, если никаких дополнительных условий не задано, постараться выяснить, чем же мы можем распоряжаться, чтобы с помощью сплайна удовлетворить еще каким-то дополнительным требованиям. Ну, давайте попробуем сообразить, что представляет собой количество возможных свободных параметров. Значит, на каждом частичном отрезочке это должен быть многочлен N-ного порядка. Многочлен N-ного порядка определяется своими коэффициентами, ну, от разложения многочлена, этих коэффициентов N плюс одна штука. В стандартном мы многочлен N-ного порядка записывали каким образом? Ну, такое простейшее разложение. A нулевое, A первое, X плюс и так далее, плюс A N минус первое, X в N минус первой, плюс A N. Ну, и мы видим, что нам нужен N плюс один коэффициент, чтобы характеризовать соответствующий многочлен. Число интервалов у нас M. Значит, у нас есть M интервалов, и на каждом из них мы используем N плюс один коэффициент. Это то, чем мы распоряжаемся. Столько параметров описывают эту кусочно-полиномиальную функцию. Какие требования уменьшают число параметров и связаны с тем, что нам нужно построить функцию непрерывную до N минус первого, до N минус альфа порядка включительно на отрезочке АВ. Выделим внутренние узлы. Вот тут вот предпоследний узел. Х с индексом M минус один от первого до M минус первого узла. Значит, у нас есть M минус один узел внутренний, в котором нам нужно записать непрерывность производных. Сколько у нас производных? N минус альфа плюс самой функции, плюс один. Ну вот мы получили такую формулу, дающую нам число свободных параметров. Итак, рассматривая кусочно-полиномиальные функции, обладающие, значит, определенной гладкостью, ну или сплайном N-го порядка дефекта альфа, мы понимаем, что число свободных параметров, которыми мы можем распоряжаться дальше, и в частности использовать их для решения задачи интерполяции, оказывается следующей величиной. В наших рассмотрениях мы не будем изучать соответствующую интерполяцию полиномиальными сплайнами произвольного порядка. Мы говорили, что увеличивать порядок соответствующего многочлена – невыгодная конструкция или невыгодный подход. Поэтому мы ограничимся рассмотрением простейших, но, с другой стороны, наиболее широко распространенных и удовлетворяющих практическим целям сплайнов, когда соответствующий порядок N невысок. 2 или 3, ну, 1, как правило, они рассматриваются, N маленькая – 1, а вот 2, 3 – типичное рассмотрение. Ну, а сосредоточим свое внимание на кубических интерполяционных сплайнах. Ну, давайте посмотрим, о чем здесь идет речь. Значит, сплайн S3, 1 от x. Что это такое? Дефект сплайна 1 – значит количество непрерывных производных, 3 минус 1 – 2, первая и вторая, плюс сама функция – 3. Итак, у нас есть M интервалов, на каждом из них кубический многочлен, 4 параметра, значит 4M параметров. Ограничения, связанные с непрерывностью соответствующего сплайна его производных. Это вот эта вот формула. У нас M минус 1 – внутренний узел. Ну, и вот тут вот мы посчитали вот это число. N минус дефект – это 2, плюс 1 – это 3, умноженное на 3. Итак, количество свободных параметров. М минус 1, да, значит, у нас получилось. M минус 3. M плюс 3, ой, M плюс 3. Свободных параметров. Как эти M плюс 3 свободных параметра мы используем? Мы выделим здесь одну группу, содержащую M плюс 1, сейчас мы поймем почему, и одну группу, содержащую дополнительных 2 параметра. Наша цель – решить задачу интерполяции. А чтобы решить задачу интерполяции, нам нужно построить интерполянту G. В качестве интерполянта G мы хотим предложить сплайн. Ну и вот предлагая сплайн, мы понимаем, что будут условия интерполяции. Условия интерполяции будут записываться на интерполяционном массиве данных. О чем здесь идет речь? Значит, у нас есть интерполяционная сетка. Ну, мы вот эту вот сетку называли x нулевое, x первое и так далее, x n. Соответствующие x я могу, ну, какой-нибудь тут что ли штрих поставить. Давайте поставим штрих, потом мы их уберем, поскольку будем говорить о конкретных сплайнах. А сейчас мы пытаемся подчеркнуть, что интерполяционная сетка и сетка, определяющая сплайн, это, конечно, различные конструкции. В каких-то случаях они могут удобно друг по отношению к другу располагаться. Но, как общий случай, конечно, это различные конструкции. Вот. Число и условия интерполяции. То, что наш сплайн S, я не буду сейчас писать индексы, S в точках x штрих кт должен равняться f кт. К меняется от нуля до n большое. n большое плюс один условие интерполяции. Тогда мы понимаем, что, скажем, если рассматривать кубический интерполяционный сплайн, то удобно использовать кубические интерполяционные сплайны. Ну, пока вот слово интерполяционный еще не обрело свое значение. Если рассматривать как допустимые функции в качестве интерполяции кубические сплайны с дефектом 1, то мы понимаем, что, по крайней мере, n плюс одно условие нужно удовлетворить, а у нас есть m плюс 3 свободных параметра, поэтому удобно будет вот эти вот m плюс один параметр из этого m плюс одного условия вытащить. И два дополнительных параметра обычно связывают с рассмотрением поведения сплайна на границе интервала АВ, там, где этот сплайн определен. И здесь мы теперь можем согласовать эти две сетки. Одна сетка – это сетка омега, n большое, и свой интервал был h'b'. И вторая сетка – это сетка x, которая определяла сплайн. Ну и свой интервал АВ, на котором эта сетка задана. И в этом случае, рассматривая кубические сплайны, мы получаем удобный способ согласования расположения узлов интерполяционной сетки и узлов сетки, определяющей сплайн. Вывод какой? В качестве узлов сплайна нужно использовать узлы интерполяции. Их тоже ровно m большое плюс один штук. И вот m положить равным n. Тогда для построения сплайна у нас останутся два дополнительных условия. Ну и этими двумя условиями обычно, как некоторыми дополнительными краевыми условиями, распоряжаются. Мы сейчас поясним, в чем смысл таких вот удобных дополнительных условий. Так что вот если рассматривать конкретные сплайны, кубические сплайны с дефектом 1, тем самым дважды непрерывно дифференцируемую функцию они представляют на отрезке АВ. Ну и дополнительные условия, условия интерполяции в количестве m плюс 1 штуки, как раз можно будет надеяться, что удастся их удовлетворить. Потому что у нас есть m плюс 3 свободных параметра. Мы m плюс 1 используем для условий интерполяции, ну и еще и 2 для некоторых дополнительных условий. Ну, аналогично рассуждая, можно изучить и другой сплайн. Вот мне хотелось бы, чтобы в качестве некоторой такой самостоятельной работы, по аналогии рассуждая, вы бы разобрались, что делать с параболическим сплайном S2 дефекта 1 от x. Значит, у нас гарантируется непрерывность первой производной. 2 минус 1 равно 1, так что непрерывно сама функция и ее производная. Для построения параболы нужны по 3 коэффициента на каждом частичном интервале. Так что вот здесь вот будет стоять 3m, где m это количество интервалов. Вот тут вот m минус 1. Что дальше идет? Непрерывность функции и производных. Значит, у нас дефект равен единице, то есть двойка. Вот тут вот будет коэффициент 2. Так что 3m минус 2 раза m минус 1. И для этого сплайна количество свободных параметров, как нетрудно видеть, получится m большое плюс 2. Опять тоже видно, как можно распорядиться. Нужно строить интерполяционную таблицу, но не с n плюс 1 узлом, а с n узлами. И тем самым тогда условия, можно будет m условий, но опять-таки использовать для решения задачи интерполяции, и 2 условия для краевых условий. Как располагать узлы? Ну, конечно, могут быть такие уж прям совсем вырожденные случаи, когда между двумя узлами сплайна находятся все узлы интерполяции и многочлен выше, чем порядок сплайна. Сплайн, скажем, параболический, а узлов интерполяции больше трех штук. А парабола тремя коэффициентами определяется, и явно, что получается некорректная задача. Так что, конечно, вопрос о распродолжении соответствующих узлов. Но вот теорема, которую в случае параболического сплайна легко доказать. Что нужно, значит, расположить узлы сплайна, а узлы интерполяции располагать на соответствующих интервалах. Так что вот если у нас узлов сплайна m большое, то интервалов m большое минус 1, и как раз у нас остается нужное количество условий для дополнительных краевых условий. В двух точках А и В на параболический сплайн. Ну вот можно в качестве такой дополнительной самостоятельной работы постараться, по некоторой аналогии, разобраться с параболическим сплайном. Мы этой теоремой заниматься не будем, а мы сосредоточимся на кубическом сплайне и, значит, его свойствах. Вот мы поняли, что у нас m плюс 3 свободных параметра. Мы разделили их вот таким вот образом, и два дополнительных условия пытаемся сформулировать. Вот формулировка двух дополнительных условий основана на некоторой теореме, устанавливающей минимизационные свойства кубического сплайна. Давайте я попробую эту теорему сформулировать. Давайте мы, значит, вот кубический сплайн, интерполяционный сплайн, удовлетворяющий, значит, дополнительным условиям интерполяции. Вот мы теперь рассматриваем сетку. Мы вернемся к одному индексу, m и n. Теперь можно не мучить. Давайте я здесь тоже тогда уберу все, штрихи уберу. Итак, есть у нас одна сетка. Узлы соответствующей сетки я один раз нарисую. Ну вот есть у нас узел x нулевое, x первое и так далее. x с индексом k минус 1, x с индексом k. Этот интервал мы специально выделим, на нем будет разыгрываться много интересного. Ну и так далее. И здесь последний n. Ну мы привыкли обычно писать n маленькое, можно писать n большое. Обычно мы привыкли к тому, что вот сетка омега n. И это и есть наш интервал АВ. Это же и интерпретационный набор точек. И это же, соответственно, узлы для построения сплайна. Ну тогда мы говорим, что у нас есть возможность определить два дополнительных условия, которым подчинить сплайн. Мы сформулируем теорему. Среди всех, для любой, дважды непрерывно дифференцируемой на АВ функции, значит, среди всех дважды непрерывно дифференцируемых на АВ функциях, удовлетворяющих интерпуляционной таблице f в точке x и t равняется y и t. Вот здесь удобно, вот в этих обозначениях, мы привыкли, интерпуляционный набор данных, какая-то функция f. А тут речь идет о всех функциях f. Поэтому удобно интерпуляционный набор y обозначить. Значит, есть у нас y нулевое, y первое и так далее. В последней точке y n. Итак, среди всех дважды непрерывно дифференцируемых функций, удовлетворяющих интерпуляционной таблице, и меняется от нуля до n, сплайн s, интерпуляционный сплайн s3.1 от x, мы его тождественно обзовем s от x, доставляет минимум следующему функционалу. Вот функционал φ от функции f. Это интеграл от а до b, f2 штриха от x в квадрате dx. Рассматривается такой функционал и ставится задача его минимизации на пространстве дважды непрерывно дифференцируемых функций, удовлетворяющих дополнительно условиям интерполяции, то есть принимающих в узлах сетки заданные значения. Ответ в сплайн s3.1. То есть речь идет о том, что нам нужно показать, что φ для любой функции f больше либо равен, чем φ, посчитанный на сплайне s. Содержание этой теоремы я так конспективно, чтобы было понятно, о чем здесь идет речь. Да, ой, только, конечно, в такой обширной постановке еще чуть-чуть. Вот тут про краевые условия я совершенно забыл. Значит, всевозможные функции интерполяционной таблицы и, ну давайте вот сюда вот я так напишу, f2 штриха в точке а равняется f2 штриха в точке b и равняется нулю. Однородные краевые условия. Про это забыл совершенно. Понятно, что не просто дважды непрерывно дифференцируемые функции, а вот такие вот еще однородные краевые условия. Они будут характеризовать деформацию там неких упругих стержней и кривизны, значит, соответствующих элементов. Так что вот нулевая, это самая вторая производная. Так вот, сплайн с этими же дополнительными условиями, S2 штриха в точке а и равняется S2 штриха в точке b, доставляет минимум соответствующему функционалу. Ну, в чем здесь, как говорится, проблема? Надо рассмотреть разность, ту, которая тут понаписана. Значит, соответствующий функционал фи в точке f минус фи на функции s на нашем сплайне. Это интеграл от а до b f2 штриха минус s2 штриха f2 штриха в квадрате минус s2 штриха в квадрате dx. Ну, естественно, мы этот интеграл дополним до полного квадрата. Значит, у нас получится f2 штриха минус s2 штриха в квадрате. Нам нужно при этом с минусом удвоенное произведение и с плюсом s2 штриха в квадрате. Это один интеграл образуется от а до b. То, что осталось, то, что осталось, это остался интеграл от а до b. Дальше удвоенное произведение два раза f2 штриха s2 штриха и два раза s2 штриха с минусом. Вот тут вот, извините, тороплюсь. Тут минус dx. Ну, первая величина больше либо равна нуля? Как ведет себя вторая величина? Давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать. Вот если отдельно выписать вот этот вот интеграл и два, и дальше его изучить, то поведение интеграла и два ну, определенная аккуратность здесь нужна. Я обращу просто ваше внимание на это. Ну, мы, соответственно, двоечку вынесли. Значит, у нас интеграл от а до b. Можно на эту двойку не обращать внимания. Здесь у нас f2 штриха минус s2 штриха, умноженное на s2 штриха dx. Хочется проинтегрировать по частям. Интегрируя первый со множителем, дифференцируя второй. Но со вторым со множителем нужно быть аккуратным, поскольку, значит, следующую производную, чтобы брать, гладкости у этих производных нет. Тогда задача построения обобщенной первообразной для вычисления соответствующего определенного интеграла. Ну, либо разбить этот интеграл. Давайте мы двоечку уберем. Она не влияет на знак соответствующего интеграла. Ну, или можно ее оставить. Значит, разбить суммирование по частичным интервалам. k у нас будет от единицы до n. А здесь соответствующий интеграл от xk минус первая до xk. Ну, и вот интегрирование от xk минус первая до xk уже можно будет выполнить. f2' минус s2' здесь у нас s2' dx. Интегрируем по частям. Получится, ну, вот эта вот двойка, я ее за скобку вынесу. Что здесь возникает? f' минус s' умноженное на s2' сумма по k минус интегралный оборот. Вот, значит, сумма по k в соответствующий интеграл остается от xk минус первая до xk t. f' минус s' с 3'а dx. Давайте смотреть, что это такое у нас тут получилось. Ну, первое замечание. Вот это вот сумма. Если мы аккуратно... Да, вот эта сумма там... Подстановки на... В ней интегральный член в подстановках от k минус 1 до k. Вот если мы вот это вот выражение, функцию, обозначим каким-то φ от x, то тут копится сумма φ в точке 1 минус φ в точке 0 плюс φ в точке 2 минус φ в точке 1 плюс и так далее, плюс φ в точке n минус φ в точке n минус 1. Ну, как мы видим, подавляющее большинство слагаемых друг друга аннулировало, и осталась только лишь разность φ1 и φ в точке n. Но наш сплайн удовлетворяет дополнительному условию. Два штриха в точке а и в точке b, то есть как раз в наших граничных точках, так же как и функция f, равняются нулю. Так что, как мы видим, все эти подстановки аннигилируют. Пропали. Что с этим интегралом осталось? Здесь стоит третья производная сплайна на частичном отрезке. А на частичном отрезке сплайн кубический многочлен. Его третья производная константа, поэтому ее можно вынести за знак интеграла. Тогда легко найти первообразную. И весь вот этот вот внутренний интеграл, это с 3 штриха, умноженное на f минус s подстановки от нижнего предела к минус 1 до верхнего xk. Но у нас сплайн интерпуляционный. И как раз в соответствующих точках принимает значение yi. И функции принимают значение yi. Тем самым подстановка и в узлах сетки, что верхний, что нижний предел, равна нулю. И этот интеграл равен нулю. Очень хорошо. Так что все и 2 оказалось равно нулю. И мы видим, что φ большое от f минус φ большое от s больше либо равно нуля для любой f. Для любой f. Ну что и обеспечивает условия нашей теоремы. То есть действительно сплайн кубический доставляет минимум соответствующему функционалу. Поэтому мы будем разыскивать кубический сплайн с дополнительным условием. Так называемый натуральный сплайн s2' в граничных точках равняется нулю. Ну вот его характерное свойство. Он еще и там является экстремарию соответствующего функционала. И на этой экстремарию минимум. Доставляет минимум соответствующему функционалу. Это теорема Холидей. Ну теперь вернемся конструктивно к выполнению нашего пожелания. Значит мы хотим решить задачу интерполяции используя нормальные кубические сплайны. Тем самым значит мы ищем соответствующий сплайн s3' я его буду просто тождественно обозначать s от x. Ну и s2' в точке x нулевое и s2' в точке x н равны нулю. Так что натуральный соответствующий кубический сплайн. Ну и нам осталось условия интерполяции выполнить. Тут возможны разные подходы. Мы сосредоточимся на том, что вот мы уже интерполяционные многочлены строили, поэтому для нас будет как раз интересно может быть с этой точки зрения подойти xk минус 1 xk xk плюс 1. Ну на каждом частичном отрезочке мы говорим, что наш сплайн это многочлен. И соответствующий s от x на катом отрезке на дельта кат можно записать по-разному. Ну например, если записать его в виде соответствующего многочлена, скажем a плюс bx плюс cx квадрат плюс d, то нетрудно объяснить, что первая производная dx куб, первая производная это многочлен второго порядка, вторая производная многочлен первого порядка. То есть s2 штриха оказывается линейной функцией на частичном отрезке. Ну а в силу свойств нашего интерпляционного сплайна, пока что в силу свойств просто сплайна, она должна быть непрерывной. Тем самым s2 штриха по своим значениям в узлах, а значение в узлах удобно записывать, используя не такое разложение для многочлена, а немножко по-другому, в формулу Тейлора. я а с волной напишу плюс b с волной на x минус x катая плюс c с волной на x минус x катая в квадрате, деленное на 2 факториал, плюс d с волной на x минус x катая в кубе, деленное на 3 факториал. Ну вот тогда как раз видно, что коэффициенты c с волной, они как раз и будут значения в соответствующих узлах x катая у второй производной. У первой производной останется одна скобка при c с волной, а у второй пропадет. А у d останется какой-то коэффициент x минус x с волной, и он обнулится. То есть как раз значение c с волной это значение второй производной. Вот если этим воспользоваться, то по значениям второй производной, если их обозначить, скажем, ck минус 1, ck, ck плюс 1, вторая производная кусочно-линейная функция. Ну и как-то дальше я тут так условно нарисую, как-то дальше на следующих интервалах. Ну, пока нам коэффициенты сплайна неизвестны. Мы сейчас постараемся объяснить, что через значение второй производной можно вычислить все остальные коэффициенты сплайна. Но пока нужно построить сплайн, считая, что мы знаем вот эти вот значения, мы непрерывную функцию нарисовали, так что для второй производной условия непрерывности выполнено. Мы выбрали только лишь коэффициенты c значений в узлах. Соответствующий сплайн на этом отрезке строится как интерпуляционный многочлен первого порядка. Удобный многочлен Лагранжа. Так что s2' от x, давайте я вот это тут напишу, я сейчас лишнее сотру, чтобы нам место сэкономить. s2' от x. L1 от x. Ну, x у нас принадлежит дельта к атому. Ну, L1 от x, это значит многочлен первого порядка, два узла использованы, К-1 и К-1. Мы формулу для интерпретационного многочлена выписывали сумма двух слагаемых. Первая слагаемая. Значение интерполируемой функции. Интерполируется функция s2' в левой точке. Это c с индексом К-1. c с индексом К-1. Значение функции. Дальше многочлен омега на соответствующий узел разделили. Остался x минус оставшийся узел xк. Тут у нас xк минус первое минус xк. минус 1. Плюс. Второе слагаемое. Значение функции ck. То, что осталось от многочлена омега, омега деленное на x минус x и t соответствующее. Получилось x минус xk минус первое. Ну и омега штрих, подставленное в соответствующей точке. xk t минус xk минус первое. Так что, как мы видим, интерполяционная формула L1 от x позволяет нам легко построить s2 штриха на отрезке дельта ка-т. Мы ведем в рассмотрение шаги сетки и эту формулу немножечко перепишем. Вот если шаг соответствующий назвать hk t это hk плюс первое. Это интервал дельта ка-т. Направо соседний интервал дельта ка-плюс первое. То представление s2 штриха оказывается следующим. Ну, это минус hk t минус ck t деленное на hk t x минус xk плюс ck t деленное на hk t x минус x ой, только тут ck минус 1. Да, я тут главное не ошибаться лишний раз. x минус xk минус первое. Вот s2 штриха. Я еще раз подчеркну. Это s2 штриха от x при x принадлежащем дельта большой ка-тому. Ну, интегрируя это выражение, найдем s штрих от x. Ну, давайте проинтегрируем каждое из этих слагаемых. Я не поленюсь, еще раз напишу. Значит, минус ck минус первое деленное на hk t x минус xk t в квадрате деленное на 2 плюс ck t деленное на hk t x минус xk минус первое в квадрате деленное на 2 плюс постоянное интегрирование bk t. Ну, и интегрирую еще раз s найдем s от x ну, теперь, значит, тоже аккуратненько естественно перепишем. Итак, с минусом ck минус первое деленное на 6 hk t x минус xk t в кубе плюс ck деленное на 6 hk t x минус xk минус первое в кубе плюс bk t x плюс a k t Ну, вот, представление, возникли дополнительные параметры, которые нам нужно определять. Итак, нам нужно определить параметры c, a и b. Какие условия, значит, мы теперь стараемся удовлетворить? Условия интерполяции. Мы сейчас s от x записали на интервале дельта к t, поэтому в левой и в правой границе, чтобы и непрерывную функцию получить, и условия интерполяции удовлетворить, нам нужно, чтобы значения s от x совпадали с соответствующими y в точке k минус 1 и в точке k. Давайте мы это запишем. Ну, я тут некоторую аккуратность, значит, нужно проявить. Мы сюда подставляем x, равное на левой границе xk минус первое. xk минус первое это шаг нашей сетки xk минус xk минус первое. Я постараюсь прямо в терминах шага писать. Ну, единственное, что здесь минус h, поэтому знак плюс появится. Итак, я пишу. c k минус первое. Здесь h куб, деленное на h. Остается h квадрат. h кт в квадрате деленное на шесть. Вот это слагаемое. Подстановка в точке xk минус первое. Пропало. плюс плюс bx k минус первое плюс bк т xk минус первое плюс ak равняется y k минус первое. Это первая подстановка. Вторая подстановка в точке правой xk нужно получить yk вот в этой вот формуле. Подставляем. Первое слагаемое пропало. Второе. h куб на h это h квадрат. Значит, c кт h кт в квадрате на шесть плюс bк т x k плюс первое плюс ak равно y катам. Из этих двух соотношений обычно находят а и b. Но нам, чтобы дальше рассуждать нам нужно представление для осталось последнее написать значит представление непрерывности производной s' значит у нас непрерывности интерполяционные свойства самой функции s выполнены непрерывность s2' линейная интерполяция определяла и по значениям коэффициентов c осталось записать условия непрерывности s' для этого нам нужно s' посчитать ну естественно скажем в точке x-катая слева и справа и получить одинаковые значения это и даст нам систему уравнений для наших коэффициентов ну давайте посмотрим как выглядит s' слева и справа в соответствующей точке значит слева мы пользуемся вот этим вот выражением и подставляем и подставляем x равное x-катому первое слагаемое пропало вот это вот пишется я пишу c-катая h квадрат деленное на h осталось одно h-катая пополам плюс v-катая это значение слева справа равно равно теперь нам нужно соответствующее значение s' записать на интервале дельта к плюс 1 чтобы это сделать нам нужно все индексы на единицу сдвинуть и подставить левую точку то есть левая точка это координата x-катая сдвигаем индексы на единицу вот здесь вот будет x-x-катая подставляем точку x равна x-катая эта слагаемая пропадет останется вот это индекс сдвинули на единицу x-катая минус x-к-1 это минус h ну ой я не туда пальцем показываю извините это s-x надо в s-штрих от x показывать вот но суть приблизительно такая же значит вот это слагаемое пропало останется только лишь вот это со сдвинутым на единицу индексом ну давайте смотреть минус c-к-1 на единицу сдвинутый индекс c-катая деленная на h-к-1 здесь x-к-т минус x-к-1 но это все равно h-квадрат пополам h-к-1 в квадрате пополам h-к-1 в квадрате пополам плюс b-k-1 плюс b-k-1 это s-штрих посчитанной в сдвинутой точке ну осталось только лишь одно подставить сюда значение b-k и b-k плюс 1 ну сначала мы найдем b-k а потом соответственно со сдвинутым индексом как найти коэффициенты b-k-2 вот из этой вот системы b-k-2 легко находятся что нам нужно сделать ну давайте я сейчас попробую написать как это будет выглядеть значит b-k-2 с коэффициентом x-k плюс первая извините тут x-катая стоит x-катая минус x-катая минус первая это h-катая а пропали равняется y-катая минус y-k минус первая и с минусом разность c-катая минус c-к минус первая c-катая минус c-к минус первая и h-катая квадрат деленная на 6 вот такие вот коэффициенты это b ну мы на h-катая обычно делим значит здесь деленная на h-катая тут остается первая степень вот формальная формула для bk нам нужно ее же переписать для bk плюс 1 ну мы все индексы сдвигаем на единичку и того вот в это вот уравнение я позволю себе эту подстановку выполнить как бы как результат а вас попрошу проследить за этим мы в общем все формулы заготовили ну давайте попробуем вот и так это уравнение будет содержать только лишь соответствующие индексы ck-1 ck и ck-1 когда будет bk-1 выписываться значит у нас получается система примерно такого вида значит c с индексом k-1 hk-1 плюс два раза hk-1 hk-1 ck-1 ck-1 c с индексом k-1 hk-1 равняется ну и борьба идет вот за этот коэффициент что 6 раз получится тут более-менее угадывается откуда эта шестерка будет рано или поздно на шестерку будем умножать ну а все остальное прослеживается yk-1 минус yk-1 деленное на hk-1 минус yk-1 деленное на hk-1 и так это записана система для узлов k от единицы и так далее до n-1 плюс дополнительные условия c0 и cn равняются нулю дают нам систему линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицы ну и для того чтобы завершить соответствующее рассуждение мы говорим что вот эта система линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей c большой относительно коэффициентов c получилось такой если матрицу этой системы обозначить буквой а значит а умноженное на столбец c нулевое и так далее cn cn равняется столбцу правых частей ну я его так буквой f обзову матрица оказалась матрицей с диагональным преобладанием что это означает модуль модуль и и т больше чем сумма модулей а и ж т сумма по ж неравному и вот если рассматривать соответствующее уравнение ну или в строке матрицы тот элемент который находится на главной диагонали у него два совпадающих индекса ж равняется и он по модулю больше чем сумма всех элементов в строке матрицы с индексом ж не равным и всех остальных элементов то такую матрицу называют матрицей с диагональным преобладанием чем хороши матрицы с диагональным преобладанием мы сошлемся на готовую теорему характеризующую такие матрицы значит это теорема Держгорина и она объясняет где на комплексной плоскости находится спектр нашей матрицы лямбда А то есть собственные значения лямбда они принадлежат объединению по И ну размерность нашей задачи значит у нас от нуля до Н так что Н плюс 1 теперь что дальше круги Z минус А и Ит по модулю меньше либо равно сумма модулей А и Жт Ж не равно И так называемые круги Гершгорина И вот объединение всех этих кругов оно как раз и представляет собой то множество куда попадают собственные значения матрицы А у нас центр круга от начала координат удален больше чем его радиус поэтому ни в какой из этих кругов соответствующий лямбда точнее лямбда равная нулю вывод для матрицы с диагональным преобладанием лямбда равная нулю не является его собственным значением то есть матрица не вырождена оно не находится в этом множестве лямбда равная нулю и тем самым детерминант матрицы А будет отличен от нуля значит решение существует и единственное вот мы сослались на эту теорему что для матриц с диагональным преобладанием легко объяснить что они являются невырожденными матрицами и тем самым решение существует и единственное ну а тем более для трехдиагональной матрицы как мы увидим будут эффективные методы решения связанные с методами прогонки тем самым конструктивно показано что нормальный кубический интерполяционный сплайн существует и единственным то есть задачу интерполяции мы решаем с привлечением кусочнополиномиальной функции в чем же удобность или удобство этих функций с точки зрения аппроксимации приближения функция на а б по ней строилась интерполяционная таблица причем интерполяционная таблица задана на сетке аж константы что достаточно естественно с точки зрения приложения но вот в отличие от полиномиального случая интерполяции теперь у нас есть теорема норма в ц значит норма f от x минус интерполяционный сплайн с3 1 от x норма в цена а б ну я один раз напишу максимум на соответствующем а б модуля разности f от x минус с3 1 от x эта величина меньше либо равно чем ну некоторая константа c0 m4 h в четвертой m4 это константа максимум модуля f4 производная от x на а b это m4 более того f штрих от x минус s штрих от x норма в ц на а б меньше либо равно c1 m4 h в кубе и норма f2 штриха от x минус s2 штриха от x в c на а б меньше либо равно чем c2 m4 h квадрат ну вот этой теоремой мы как бы лишний раз подчеркиваем что интерпуляционный кубический сплайн обладает такими хорошими свойствами и обеспечивает соответствующие порядки точности ну или значит вот сходимость с соответствующими порядками не только самого интерпуляционного сплайна к значению интерполируемой функции на отрезке а b но и производных но и его непрерывных производных то есть с этой точки зрения вот рассмотрение интерпуляционных кусочных полимер интерполяции и построение интерпуляционных сплайнов выгодно отличается от рассмотрения интерпуляционного многочлена высокого порядка но мы этой иллюстрацией завершим соответствующее рассмотрение и дальше сосредоточим свое внимание на второй постановке задачи приближения функций то есть задачи апроксимации ну или аппроксимационном подходе мы говорили что это такой некий минимизирующий подход вот посмотрим в чем он состоит но это уже в следующей лекции до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok